Святый Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, славу Свою Сыну и Святому Другому. Помолиться за исцеление тех, кто не может оторвать себя от видеоигр. Прихожане, как говорит отец Александр, сами называют это увлечение болезнью и не раз обращались к нему с просьбой помочь избавить от подобной зависимости. Я не психиатр, не психотерапевт, не психолог. Я священник. Как священник я могу помолиться, попросить Бога о том, чтобы он помог родителям, помог детям избавиться от этого. Ну и посоветовать, совершать родителям добрые дела. Как там говорят, бумеранг, да, что посеешь, то и пожнешь. Закон сеяния и жатвы. Ну вот человек помогает кому-то и ему будет помощь. Жительница Барнаула Анастасия, например, пришла молиться за своих племянников, которых, впрочем, еще не поглотили компьютерные игры. Но защитить от общественного недуга, заверяет, не помешало бы. Ну они еще совсем маленькие, 7 лет, скажем так, вот уже период и 4 года. Ну в любом случае, очень много в окружении ребятишек, которые копируют родители, уделяют очень много времени в телефоне и в компьютере, а потом они становятся взрослыми людьми. С точки зрения религии, говорит священник, видеоигры и увлеченность гаджетами можно назвать страстью и даже идолопоклонством. Медицина же шагнула дальше. С этого года зависимость от видеоигр официально входит в новую классификацию болезней ВОЗ наравне с алкоголизмом и наркоманией. Особенно опасны игры для неокрепшей психики подростка. Так среднестатистический школьник проводит у монитора до 6 часов в день. В компьютерной игре он реализуется, он победитель. Он играет так, что он достигает того, чего он хочет достичь. И в чем опасность вообще компьютерной игры? В том, что подросток, ребенок с неокрепшей психикой, он каким-то образом расслабляется. Это вид расслабления. Он получает эмоцию, ту, которую он не может получить в реальной жизни. Испытав в юном возрасте удовольствие от победы в видеоигре, в будущем люди могут увлечься азартными и даже перейти на алкоголь, отмечают психотерапевты. А иногда, казалось бы, безобидная стрелялка в сети приводит к более серьезным последствиям. Есть такие случаи, когда девочка, которая была в компьютерной игре, вот именно играла в войну, они не могут отличить убийство виртуальное от убийства реального. И она убила свою подругу. То есть это реально существующий факт в средней полосе России. Сегодня зависимых от видеоигр детей, да и взрослых, даже лечат. В Барнауле этим занимается краевой наркодиспансер. Врачи используют самые разные программы и оборудование. Одно из них – сенсориум. В совокупности, конечно, с психологическим вмешательством. Пребывание в таком кресле и аудиовизуальная стимуляция успокаивает пациента. Человек погружается в комфортное для себя состояние и по окончании сеанса у него возникает состояние хорошее, комфортное для него. И сразу вопрос – а зачем же мне продолжать употребление? А вот полностью отгораживать ребенка от телефона или компьютера врачи не рекомендуют. Разве что ограничить время его видеоигр. Например, заменить их совместными развлечениями и прогулками на свежем воздухе. И, возможно, тогда не придется идти за помощью к священнослужителям. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.